Тематика у нас сегодня посвящена конкретно дуальным аспектам белой интуиции с черной сенсорикой, но это оба аспекта мы будем рассматривать именно в контексте времени, потому что аспекты сами по себе неисчерпаемы, и про черную сенсорику тоже там можно дофига чего рассказывать. У нас на канале есть мое старое видео, еще года 16-го, наверное, про черную сенсорику. Почти все, что я там рассказываю, оно до сих пор актуально, но опять же, это только часть. То есть, всего охватить очень-очень сложно. И заодно, кстати, еще станет немножко понятнее, почему всякие разные дуальности и активации, это довольно сложно. Почему вот интуиты и сенсорики, они такие разные, и можно будет так это более предметно посмотреть на вот эту дыру восприятия на примере черной сенсорики и белой интуиции. Вот, Терри Гудкайн, который драйзер вроде, да, драйзер, в одной из книг был образ, как герой находится внутри песочных часов и не может выбраться, его засыпает песком, а снаружи время летит и все стареют. О, это такой кошмар черного сенсорика, да, прикольно. Да, да, есть такое. Ну и у драйзера белая интуиция двухмерная, так что им очень часто туда хочется. Еще бывает, драйзеры у нас периодически типируются, у которых, например, интровертный потип, и у них усилена белая этика с белой интуицией. И они очень часто думают, что они есенины, ну или бальзаки, например, то есть их туда, в ту сторону тянет. Интуиты с Венеры, сенсорики с Марса. Вот, так что мы рассказывать будем какие-то штуки, которые мы для вас приготовили, вы, конечно же, по ходу дела задавайте вопросы, мы тоже будем на них отвечать, и вот таким образом у нас сегодня вырисуется, вырисовывается наша тема. Вот. Пишут, с вами поспорить можно, но попробуйте. Попробуйте спорить, конечно. То есть предъявите ваши аргументы, вот, и мы вам скажем, что мы по этому поводу думаем. Может быть, есть... Какие ваши доказательства? Да, может быть, мы в чем-то с вами согласимся, может быть, нет. А может быть, вы и спорить не захотите с какими-то вещами, потому что вы сами так думаете. По-всякому может быть. Вот. Итак, у нас вообще что такое время, и как это стыкуется с соционикой? Вообще время же есть во всех квадрах, так или иначе. Просто периферийные квадры как-то очень странные, очень по-своему его воспринимают. До конца понять, не будучи оттуда, мне кажется, это невозможно. Можно примерно узнать, изучить семантику, можно научиться определять типы. Но вот, например, что такое для черных интуитов время, до конца, мне кажется, ну вот лично мне, потому что у меня черная интуиция далековато, вот, понять очень-очень сложно. Они совершенно иначе смотрят на это, и для них время это нечто, здесь и сейчас, некое статичное восприятие какого-то момента. Вот в этом моменте есть возможности или нет возможностей. Вот. Для централов время это нечто совершенно другое. Вот различие между периферийниками и централами, оно многократно доказано бытанскими учеными, потому что мы это видели настолько ярко, и вот этот вот диссонанс, когда мы типируем людей из периферийных квадров, насколько у них этого нету. То есть, как казалось бы, это такая важная часть жизни, а у них этого нету, и они прекрасно живут и без этого. Нет, ну тут тоже такой важный момент, сейчас подробнее расскажем, чего именно нету. Потому что в бытовом смысле, опять же, у всех есть время, все знают, что есть 24 часа в сутках, что там к 9 часам нужно на работу, а в 5 часов вы закончите работать, и там в такое-то время вы вернётесь домой. Так вот. Да, то есть вот в таком бытовом смысле время у всех есть, понятное дело, что все так или иначе его учитывают, всех так или иначе с детства научили там определять время по часам и как-то с ним обращаться и как-то его распределять. Ну просто прикол в том, что белая интуиция – это не время по часам, это более такие абстрактные, более широкие категории, это развитие процессов, это динамика процессов в целом. И, например, вот то, о чём говорит Тимур, чего нет в периферийных квадрах, а что есть в центральных квадрах, например, очень сильно центральные квадры следят за трендами всякими разными. Да, мода, тренды. Да, потому что тренд – это, опять же, это прослеживание динамики развития чего-то во времени. И центральным квадрам очень важно, как какие процессы во времени развиваются, с какой скоростью они развиваются, в каком направлении они развиваются, какое вообще качество этого развития. То есть, собственно, тренд, он и описывает вот это качество развития чего-то во времени. То есть, у нас есть некая тенденция, что вот сейчас она развивается вот таким образом. И вот это явление, оно, например, не знаю, сейчас модно что-нибудь. Что сейчас модно? Какой-нибудь макияж. Да, какой-нибудь определённый макияж. И вот этот макияж – это есть тренд, и оно описывает, что вот сейчас вот эта тема развивается именно вот таким образом. Как понять, что ты в 2021 году выходишь на улицу, видишь молодых девочек с очень тёмной помадой, чокером, короткими волосами и большими штонами. Так, 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 стоп, 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 это было модно в 2016. Вот, и здесь мы уже начинаем, да. Но этого точно не было в 2005, например. Да, этого точно не было в 2005. Ну, в общем, центральным квадрам очень важны вот эти особенности, как что развивается во времени. При этом белые интуиты, они к этому более внимательны, более чувствительны, и можно сказать, что они так более естественно для них, вот такие тренды вообще замечать, подмечать и отслеживать. Для чёрных сенсориков там уже по-разному. Они могут отслеживать какие-нибудь чёрно-сенсорные тренды, которые их интересуют. Ну, и понятное дело, что вообще каждый человек, конечно, какие-то интересные конкретно ему тренды для себя выделяет, но в целом для всех представителей центральных квадр это очень важно. Ну, кто-то будет шарить, да, что в этом вот сезоне вот модно вот такой вот цвет, кто-то будет шарить, что в этом сезоне модно там что-то ещё. Тенденции в музыке, в литературе. Да. Ну, самое простое и заметное – это мода, вот, то есть как люди одеваются, плюс, допустим, там тенденции в том, что актуально, а что не актуально с точки зрения технологии. Ну, опять же, мы тут приходим к гамма-квадре, конечно же. Вот. И есть чёрные сенсорики, которые очень сильно на это всё ориентируются. Они, например, ну вот Джек, например, или Бальзак общается с какими-нибудь Драйзером или Наполеоном, и он ему периодически как дровишки вот эти вот по поводу трендовости и модности чего-то подбрасывает. То есть есть такая инфа. Есть те, кто вообще в это не включён и за этим не следит совершенно. При этом вот это вот белоинтуитивный вот этот континуум, то, что сейчас вот в тренде, я это через сенсорику описываю так. То есть мы сидим, например, на берегу реки, и там есть некое течение. И вот белоинтуиция – это то, что в данный момент мы видим по этому течению. Там хоба, не знаю, там какая-нибудь вылилась в эту реку синяя жижа. И вот эта синяя жижа пока что перед нами плывёт, и мы видим, что сейчас актуально синяя жижа. Но в какой-то момент она закончится, и там уже будет актуально что-то другое. И вот есть те сенсорики, которые на эту жижу смотрят и смотрят, что там реально актуально. А есть те, кто вообще не в теме абсолютно, и они вот, что называется, есть такой покемон-слоупок. То есть они вообще не в теме абсолютно, хотя это могут быть тоже централы, они просто за вот этой трендовостью не следят. Да, но вообще главное, что с этими трендами всё очень странно обстоит в периферии. Да. Потому что люди из периферии, когда приходят к нам типироваться, они достают какие-то тренды из разных вообще времён, в абсолютно рандомном порядке, абсолютно каким-то случайным образом. И они, например, могут рассуждать в категориях, актуальных там для какого-нибудь 2005 года, в 2021. И они это делают так, как будто бы это по-прежнему их реальность, как будто бы это по-прежнему вот здесь и сейчас. Это актуально, это нормально. Это очень сложно описать. Но у нас было видео об этом. У нас на канале было видео про битанских интуитов и то, что у каждого человека есть своё время. Ну, по крайней мере, есть люди, у которых очень ярко заметно, из какого они времени. Ну, да, да. Нет, ну просто всё равно у периферийщиков они тренды выхватывают какими-то такими кусками и абсолютно так вот рандомно. Возможно, это связано как раз вот с этой белой интуицией. Ой, с чёрной интуицией. Потому что она работает вот такими статичными какими-то категориями, статичными пластами, статичными какими-то образами снимает информацию. А белая интуиция же, она всё-таки следит за процессом, за развитием. И поэтому очень интересно, да, наблюдать вот за периферийщиками. Причём даже у периферийных интуитов это так работает. Да. И у сенсориков, и интуитов они очень в этом похожи. Ну, просто такой пример приведу. Вот у нас периодически бывают типируются люди из периферийных квадр, и они приводят какие-нибудь цитаты или каких-нибудь примеры героев или фильмы из советских. Причём сразу из нескольких, как будто бы для них это абсолютно такая нормальная реальность обычная. То есть вот при этом есть куча людей, которые этих советских фильмов вообще даже не видели уже. Ну, то есть уже сменилось поколение, и там не видели советских мультиков, всяких там «Ну, погоди, они вообще никогда не смотрели, что это такое». Или там какой-нибудь там «Иван Васильевич меняет профессию». То есть, ну, вот всякие такие вещи, которые для тех, кто постарше, это была реальность абсолютно, то есть они это смотрели. А есть те, кто вообще в другом находится, они этого не видели, для них это вообще нечто непонятное. Вот, и они приводят такие примеры, как будто бы там сейчас 98-й год. Ну, тут да, вот подсказывают, что особенно когда какой-то Гюго или Штирлиц говорит о чём-то, что было 20 лет назад, так, как будто это было вчера. Да, вот они очень это любят. Да, да, есть такая фишка. И причём Гексли тоже так умеют. Вот это самое удивительное, то есть, казалось бы, это интуит. И Достоевских тоже мы таких видели. Это интуит, да, то есть вот если мы берём Гексли, у него же белая интуиция сильна тоже, но она сильна как-то совершенно по-другому, потому что это ограничительная функция, и там тренды отслеживаются совершенно иначе. При этом чёрные интуиты, мы такое замечали, ну вот, например, за Гексли, чёрные интуиты, они тоже могут делать что-то раньше всех. И они, причём они это делают очень таким каким-то странным, непонятным образом, они самыми первыми что-нибудь такое сделают. Ну, кстати, в целом, тренды лучше всего выхватывают те, у кого, не то чтобы тренды, а какие-то новые, что-то новое, что будет актуально потом, четырёхмерные чёрные интуиты. То есть это белые интуиты, Джеки, Гамлеты, они тоже это умеют делать. Да, да. Это с чёрной интуицией связано с четырёхмерными. Потому что никто не сравнится с Джеками по внедрению каких-то технологий, но иногда такое бывает и у Гексли, которые раньше времени, раньше всех остальных, они что-то такое делают инновационное, что никто не делал. Вот, такое тоже бывает. Вот, и такое тоже случается. Или они какую-то такую штуку выцепляют, которую тоже никто раньше не выцеплял, но это, в принципе, свойство такой сильной интуиции. Вот, наше сегодняшнее мероприятие озаглавлено как «БИЧС. Можно ли обмануть в стремительное время?» Это цитата из Гумилёва, если я правильно помню. Николая Степановича. Да. Который поэт. Который поэт и который был чёрный сенсорик. Который отец. Да. Который, мне кажется, мы вообще практически не затрагивали по поводу именно белой интуиции в первую очередь. Который мы тоже обсудили. Ещё мы коснёмся темы пунктуальности и непунктуальности, о чём тоже периодически спрашивают. Вот. И вообще у нас сегодня будет такой семинар. Это не просто какая-то теория, где мы будем объяснять, что такое «БИЧ», что такое «ЧС». Совершенно другой у нас контекст и совершенно другой акцент. Мы будем рассказывать о том, что есть у нас в теории из этой темы. И что мы наблюдали на практике за реальными представителями. Потому что мы практически каждый день типируем людей. И многие из них чёрные сенсорики или белые интуиты. И они рассказывают о том, как они это всё видят. Причём многие из них, не зная о том, что там в социологике на самом деле зашито под терминами «БИЧС», они рассказывают о том, как это проявляется у них в жизни. И у нас есть, конечно же, свой собственный опыт и самонаблюдение, и сопоставление... Наблюдение с другими людьми. И сопоставление теории и практики. Вообще, как это выглядит, как это стыкуется, как это не стыкуется. Вот об этих вещах мы поговорим. Потому что есть реальный опыт, есть теория, а есть практика. Но вы знаете, что мы больше всего любим практику. И любим проверять теорию на практике. И вот сегодня мы об этом как раз. Ну да, и поговорим о подходе чёрных сенсориков ко времени и к белой интуиции. Белых интуитов ко времени и к белой интуиции. Связана ли вообще белая интуиция со временем? тоже поговорим, каким образом. И ответим на все ваши вопросы касательно вот этих тем. То, что время как субстанция – это только один из параметров, который вообще имеет корреляцию с белой интуицией. Есть много всяких направлений соционики, которые делают однозначный знак равенства между временем и белой интуицией. Есть те, кто вообще это вообще не рассматривает в таком контексте, а там приплетает нечто свое. Вот мы расскажем о том, как видим это мы и что из практики известно. Плюс, кроме того, вот тут Анна пишет, сегодня мы узнаем ответ на самый главный вопрос для всех черных сенсориков, особенно базовым. Можно ли обмануть стремительное время и как? Да, да. И еще у нас с Катериной имеются свои собственные наблюдения, конечно же, по этой теме. И есть моменты, по которым мы не согласны. Категорически. И каждый из нас озвучит свою версию. А наши зрители, участники, конечно же, смогут задать свои вопросы, могут дать свои комментарии и подумать для себя, чья точка зрения им ближе. Потому что у нас имеется сенсорик и имеется интуит прямо сейчас в кадре. Вот. И мы, соответственно, расскажем о том, насколько по-разному мы это все видим. Мы расскажем какую-то теоретическую часть. Причем у нас так сложилась практика наша, что зрители наши... Вот мы, когда ведем обычный стрим, мы отвечаем на вопросы с донатами людей, которые присылают вопросы. И что-нибудь комментируем из чата. Вот. Выборочно. Там по мере того, насколько это уместно, неуместно и так далее. Вот. А если у нас закрытое мероприятие, мы отвечаем практически на все вопросы. Ну, там 99%. То есть каждый участник может задать свой вопрос и гарантированно получит на него ответ. Потому что мы с нашими участниками уже так это... Ну, так сонастроились. Потому что обычно у нас вот люди приходят, они как-то нам созвучны, они понимают тематику. Даже если они еще, например, не погрузились, все равно вопросы в основном в тему получаются. И во многом то, что происходит на семинаре, зависит и от наших зрителей. Потому что у нас есть заготовленная наша часть, то, что мы рассказываем, и есть вопросы зрителей. И вот это все вместе, оно создает в итоге то, как будет выглядеть семинар, и какая именно информация там появится. Вот. Поэтому у нас такое совместное в некотором роде творчество вместе с нашими зрителями. Кстати, про периферию мы тоже там скажем. Есть одна интересная фишечка. Это в качестве гипотезы я такое озвучу. Но так или иначе, эта мысль довольно-таки интересная. И такого в соционике, насколько я помню, ну, такого не было. Есть у нас предположения по поводу периферии, и по поводу времени, и по поводу болевой бои есть такие вещи. Вот мы про них расскажем. Так что те люди, которые интересуются соционикой, они будут в любом случае изучать аспекты, которые им интересны. И те аспекты, которые не из их квадры. Вот. А белая интуиция, это не из периферийной квадры. Да. И я думаю, немножко затронем тему стереотипов про белую интуицию, про периферию, особенно про Гюго, Штирлицев. Про них очень много ходят всяких разных баек, как у них проявляется белая интуиция. И вот мы расскажем, так ли это на самом деле, и как оно бывает на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok